Привет! Ну что, слуги народа, не дожали Олежку, не посадили, когда была на то прекрасная возможность. Ну, а теперь не обижайтесь. Олежка, на выход! Олежка, вот если бы ты перестал юродствовать, если бы ты откровенно и открыто и честно сказал, что да, я говорящая голова Ахметова. Ты знаешь, я думаю, что после этого тебе бы даже люди зауважили, у тебя бы даже рейтинг, возможно, немножко бы вырос. Когда фонд Рената Ахметова поставит людям, которым нет чего есть, продукты, помощи и так далее, так Ахметов же это делает за свои деньги. Потому что как раз вот такие люди, как Ахметов, сегодня есть гарантии, гарантами независимости украинской государства. Остановитесь! Я знаю, что Ахметов – наибольший платник податков в Украине и человек, который 400 тысяч дает рабочих мест. До речи, цинник прислали на ваш свитер, я присею. То страна, ФСБшный сайт, расповсюдживает брехню. Да, Олежка, все брехня и подстава. И свитерок, наверное, за 5350 долларов, в котором ты щемил Геруса, тоже, наверное, подбросили тебе проклятые ФСБшники. А вот этот замечательный пиджачок почти за 2000 евро лично, наверное, Путин тебя заставляет носить, да? А уж что до твоей жёнушки расситые, так её беднягу мучают проклятые когибисты, заставляя носить ненавистные сумочки от Гуччи за 63 тысячи гривен. Красиво жить не запретишь. Я, если честно, друзья, до сих пор не могу понять, как это Ахметов ещё и финансирует и выделяет деньги на этого абсолютно зашкваренного персонажа. Ренат Леонидович, разве вам неизвестно, что когда в элитных борделях девушки уже, ну, скажем так, не первой свежести, их меняют на новых? Подумайте над этим. Пока! И в отличие от рака, это не лечится.